Приветствую вас. Я прочитал то, что вы написали. И, вы знаете, вот мне свой ответ хотелось бы разделить на несколько частей. Первая часть будет посвящена ответам на ваш вопрос, ну а вторая часть будет связана непосредственно с вами, потому что есть некоторые моменты, которые мне показались достойными внимания. Вы уж простите меня заранее за это, потому что я понимаю, что может вам это неприятно будет слышать, да и не нужно, но, тем не менее, мне кажется, что это важно. Значит, мужчина делает вот фотку, да, фотографирует с своей женщиной, своей женой и вставляет эту фотку на показ по двум причинам. Первая причина. Первая, и я бы, наверное, даже сказал основная, это причина то, что он не знает о том, что вы в соцсетях, ну как бы, находитесь, да, он думает, что вы его не видите, он думает, что у вас нет возможности посмотреть, что он делает, и он там выкладывает, так сказать, свидетельство своей, ну, счастливой семейной жизни, скажем так. Это, с одной стороны, ну, как любой нормальный женатый мужчина, он нуждается в том, чтобы и себе, и другим, в его случае, наверное, в большей степени другим, показать, что у него все в порядке. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что, когда человек, я имею ввиду любой человек, то есть здесь неважно, кто это, либо ваш мужчина, либо кто-то другой, когда человек ведет вот такую вот жизнь, то есть, что у него вроде бы как есть любовница, и с этой любовницей есть какие-то отношения, значит, когда это происходит, человек испытывает чувство дискомфорта. Ему неприятно, он чувствует, что, ну, делает какие-то дурные вещи, чувствует, что он поступает как-то неправильно, и из-за этого человеку нужно самого себя как-то вот оправдать, подтвердить, что то, чем он живет, а живет он все-таки своей женой, несмотря на то, что с вами встречается, то есть его жена это основное, а вы это, как бы, ну, что-то для мужчины такое, я бы сказал, ну, постороннее, да, то есть даже не столько именно постороннее, сколько, ну, не основное. Основное для него это жена. И он хочет сам себя убедить в том, что вот как раз жена для него очень важна, и он с ней счастлив. Ему нужно самому себе доказать, что он счастлив со своей женой. И совершенно понятно, что, ну, совершенно понятно, что это ему нужно для самоутвердения. Самоутвердение, потому что если бы он был уверен в том, что у него жена сделала хорошо, ну, он бы, скорее всего, во-первых, не выставлял бы на показ вот все, что он делает, да, то есть не выставлял бы на показ свои фотки, опять же, для друзей, для друзей, да, вот. И, во-вторых, ему это было просто не нужно. То есть вот вы подумайте именно так. Для чего человеку нужно, ну, выставлял бы на показ успешность в своей жизни. Именно только для того, чтобы все видели, какой он успешен. И именно так можно объяснить его поведение. По крайней мере, с точки зрения психологии, мне это кажется наиболее вероятным. Теперь в том, что касается вас. В том, что касается вас, есть несколько моментов, которые мне хотелось бы выделить. Значит, первое. Вы поддерживаете иллюзию того, что не сидите в соцсетях, хотя на самом деле в соцсетях вы находитесь. Возникает, я надеюсь, логичный вопрос, я надеюсь, вы согласны с тем, что вопрос логичный, потому что он очень важный. Зачем вы мужчину обманываете? То есть я, конечно, догадываюсь, зачем вы это делаете. Но мне бы хотелось, чтобы вы сами себе на этот вопрос постарались ответить. Ведь если вы мужчину обманываете, ставите его в невидение относительно своего пребывания в соцсетях, то получается, что вы человеку не доверяете. А раз вы человеку не доверяете, то значит ваши отношения лишены одного самого главного условия. Это доверие друг к другу. Ведь без доверия друг к другу нельзя построить нормальные отношения. Это первый момент. То, что у вас нет доверия к мужчине. Но дофилия, то, что нет доверия, это в данном случае нормально. Потому что, ну, было бы странно, если бы оно было у вас, так как вы встречаетесь все-таки именно с женатым мужчиной, а понятно, какое может быть доверие, если мужчина женат. То есть это объективно я вас понимаю. Но другой вопрос, что вы же сами на это согласились, вы же сами на это пошли. И здесь вот непонятно. Получается, вы сами согласились на то, чтобы своего мужчину проверять, проверять на то, чтобы постоянно мужчину контролировать и так далее. И зачем вам это нужно. Это первый момент, который, мне кажется, достойный того, чтобы его выделить. Дальше, вы пишите, значит, вы контролируете процесс. То есть, значит, для того, чтобы, значит, поддерживая иллюзию, которую вы создали в контексте соцсети, а вы по важным словам контролируете процесс. Тут тоже не очень вообще, если честно, понятно. Вы контролируете процесс чего? Какой процесс вы контролируете? Вы контролируете процесс ваших отношений с мужчиной? По вашему мнению. Если так, то простите, но я вынужден назвать это самообманом. Потому что никакого контроля процесса какого-либо вообще я не заметил. Вы делаете только... Что? Вы наблюдаете. Это единственное, что вы делаете. У вас наблюдение. Наблюдение и фиксация того, что делает мужчина. В принципе, всё. Больше ничего вы не делаете. И вы не можете на самом-то деле ничего сделать, потому что, ну, не в ваших силах это. Мужчина живёт своей жизнью, мужчина имеет семью, мужчина как бы находится в отношении с женой и, в общем-то, его полное право делать то, что он делает. Но вы убеждаете себя и вы верите в то, что вы контролируете процесс какой-то. Вот какой-то процесс вы контролируете. Не совсем понятно, какой именно процесс, не совсем понятно, как именно происходит этот контроль, но, тем не менее, вы об этом говорите. И вы поймите правильно, если вам так комфортно, если вам комфортно в этих отношениях, если вам в них хорошо, удобно, если вам нравится то, что происходит, то отговаривать вас от того, чтобы вы, например, бросали его, уходили, я, конечно, не буду. Это, ну, неэтично было бы с моей стороны, наверное. Но мне бы хотелось, чтобы вы сами для себя вот на эти-то вопросы ответили, которые я вам задал. Потому что вам нужно понимать адекватно и как можно более, как бы, недощуренно воспринимать то, что происходит. А у меня сложилось впечатление, что вы как раз таки не очень хорошо воспринимаете ситуацию. Вы пребываете в некой такой иллюзии. И вот эта иллюзия, мне кажется, вам очень-очень-очень сильно мешает. И чтобы вы не заблуждались, чтобы вы не тратили свое время впустую, чтобы вы, как бы, понимали точно, что вы хотите, чтобы вы понимали точно, куда вы идете, к чему вы стремитесь, что будет там дальше и так далее. Я вам и хотел это все сказать. На этом, я думаю, можно закончить. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего доброго. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались дополнительные, я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А еще раз, желаю вам удачи. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.